Также с сегодняшнего дня в российском законодательстве вступает в силу целый ряд изменений. Прежде всего, они касаются социально-экономической сферы. О самых интересных и значимых новшествах смотрите в нашем обзорном материале. Страховые пенсии проиндексируют на 5,4%. Она столько же проиндексирует фиксированную выплату к ней. Она составит 4805 рублей. Работающие пенсионеры смогут получать пенсии с учетом индексации после завершения трудовой деятельности. При помощи смартфона можно проверить легальность лекарственного препарата. В России стартует эксперимент по маркировке лекарств, позволяющий с помощью специальной информационной системы отслеживать путь препаратов от производителя до конечного потребителя. Маркировка поможет бороться с подделками и контролировать торговые наценки. Вначале промаркируют свыше 60 торговых наименований, а с 2018 года маркировка лекарств станет обязательной. Поставить на учет в налоговую можно будет только так называемую онлайн-кассу. Зарегистрировать или перерегистрировать традиционный кассовый аппарат теперь невозможно. Со временем модернизировать технику придется не только тем, кто ее использует, но и компаниям, которые сейчас освобождены от обязанности использовать кассы. Внедрение так называемой «умной» кассы поможет сделать бизнес прозрачней и сэкономить деньги и время бизнесменам. Новые кассы можно зарегистрировать через интернет. Общегражданские паспорта, загранпаспорта, старого образца и водительские права теперь можно оформить и получить через многофункциональные центры. Это значительно упростит для россиян получение документов, так как позволит избежать очередей. В МФЦ можно будет только заменить водительские права с истекшим сроком действия или восстановить потерянный документ. Что касается загранпаспорта, в МФЦ можно сдать документы и получить паспорт со сроком действия 5 лет. Биометрические загранпаспорта нового образца на 10 лет выдаются только в отделениях управления по вопросам миграции МВД. Получить гектар земли на Дальнем Востоке теперь может любой россиянин. В регионах ДФО уже готовятся к резкому увеличению числа заявок. Сами дальневосточники за время действия закона подали более 30 тысяч заявок и многие уже получили землю.